По улице моей который год Звучат шаги, мои друзья уходят. Друзей моих медлительный уход В той темноте за окнами угоден. Друзей моих медлительный уход В той темноте за окнами угоден. Это слова Белы Ахмадулиной. Добрый день. О чём это я? Дорогие мои, вы хотите, чтобы мы дружили, подписаться на ваши каналы? Знаете, я уже оформила много-много подписок, то есть, наверное, пару сотен. И что вы думаете? Те подписчики, которые хотели со мной дружить, они выходят из подписки уже через неделю, через месяц. И где они, где вы подписчики? Так что, девчата, когда вы пишете «Давай дружиться», «Ходи в гости», вы попадаете в спам. И когда я вас вытаскиваю из спама, то мне уже сделали замечание в YouTube. Потому что такие подписки бесполезные. Я вытащу вас из спама, подпишусь, но я же не могу ко всем ходить, к нескольким сотен из вас и участвовать в просмотре ваших видео. Вы это понимаете. Так же, как и вы тоже. На всё не хватит времени. Поэтому я подписываюсь на то, что мне нравится. И советую вам то же самое делать. Не просто «Давай подпишемся, давай подпишемся». Это не очень хорошо выглядит. И всё равно же вы отпишетесь потом. У меня сегодня голос немножко охрипший. Извиняюсь. У нас опять сырость. Ну, а сегодня я хочу вам показать кое-что, что я намерена сделать. Это вот такие вазочки. Можно также сделать такие же подсвечники. Это очень симпатично смотрится в саду или, например, на веранде. Ну и даже в комнате. Вот видите, у меня стоят. Очень-очень мило. И так они делаются очень просто. Из старой книги. И нам нужна ненужная такая книга, прочитанная сто раз уже. И оттуда мы вырвем листочек. Книга, которую нам не жалко. Вырываем лист. Также понадобятся ножницы, клей. Ну, а если вы хотите украсить, то какие-то цветочки, украшалки, верёвки. На ваше усмотрение. А теперь я отрезаю вот эту кромку до напечатанного текста. Ровненько. И теперь на ваше усмотрение. Какую вы хотите сделать вазочку. Если высокую, то мы закручиваем. Вот с этой стороны я взяла стержень клеевой. Можно карандаш, спицу. Что у вас есть? Соломину, например, пластиковую для напитков. И закручиваем на нашу трубочку. Получается вот так. И теперь вот этот край нам нужно проклеить. Я намазываю по краешку клеем. Можно взять любой быстросохнущий клей. Пожалуйста, какой вам нравится. Например, вот момент. Ой, что-то клей у меня вытекает. И затем, когда хорошо промазан краешек, мы приклеиваем, прижимаем. По всей длине. Расправляем хорошенько. Край влажный, он тянется. Поэтому ровненько. Так вот расправляем, приклеиваем. И оттуда нашу трубочку вытаскиваем. Таких деталей нам нужно сделать много. Если вы хотите, например, вот такую низкую вазу. Видите, какая высота здесь и там. Можно разрезать трубочку, пока она еще влажная. Пополам, например. Или еще поменьше, как вы хотите. Или, например, скрутить поперек наш лист. Я беру поперек. И туго-туго скручиваю на палочку. Выравниваю край. Чтобы получилось ровненько. И приклеиваю. Получается вот такая полая трубка. Если вы посмотрите на вазу. Я склеила здесь много трубочек. Вот центр. Потом цветочек. И второй ряд. Можно еще больше на ваше осмотрение. Как вы хотите. Сколько вы рядов хотите. И так делаем трубочки. Здесь у меня я сейчас вам скажу сколько. И так здесь у меня 19 трубочек. На большой вазочке, которая сзади стоит, там 23. И так сколько вы хотите, столько можно и сделать трубочек. И затем их склеивать друг с дружкой. Причем можно соблюдать рисунок. Например, вот здесь у меня остался край кромки. Ровный. И я, например, буду подбирать все трубочки. Чтоб они у меня подходили. Например, вот. Чтоб кромка осталась сверху. Видите? Буквы снизу. Тогда получается аккуратно и симпатично. Можно потом эти вазочки покрасить. Или оставить в таком винтажном стиле. И так мы начинаем клеить с центральной части. Я промазываю трубочку по всей длине. Ну, я промазываю обычно где шов, чтобы он у меня закрылся. И приклеиваю трубочку к трубочке. Две месте. Подержим, чтобы они приклеились. Я ставлю на стол, чтобы была ровная конструкция. И туго подержу, пока не высохнут. Затем приклеиваю третью. И так выбираю центр. И вокруг центра обклеиваю трубочками. Чтоб получился цветок. Из шести листочков. И, девочки, вы можете центр сделать больше. Например, намотав на что-то широкое, толстенькое. И по краям потоньше трубочки. Тоже очень красиво. И вот так вокруг центра я обклеиваю. И последнюю промазываю. Промазываю тоже по краям другой трубочки, чтобы прихватилась наша трубочка хорошенько. Клей, например, ПВА, вот как у меня, он прозрачный. Если даже где-то что-то не так протечет, то ничего страшного. Его не видно, когда он высохнет. Вот получается такая конструкция. Можно оставить такую маленькую, например. На ваше осмотрение. И теперь давайте сделаем украшалочку. Можно приклеить вокруг веревку. Можно скрутить бумагу, как я вам показывала на венке. Я приклею сейчас веревку. Веревку можно клеить на клей, который клеит все. Или, например, горячим клеем. Я клею вот таким, чтобы крепче держалось. Провожу линию вокруг. И прижимаю мою веревочку на клей. Можно снизу приклеить вазы. Можно посерединке. Я вот где-то взяла две трети, отступила и приклеиваю. И в конце я обрезаю. И тщательно проклеиваю этот конец, чтобы он не размахрелся. И прижимаю к моей вазочке будущей. Промазываю. Тут тоже промазываю хорошенько. И приклеиваю. Можно подоткнуть ножницами, чтобы выглядело еще аккуратнее и красивее. Вовнутрь под веревку спрячем. Вот таким образом. Кончики. И получается вот такая вещичка. Ну, а теперь сделаем цветок. Я взяла бумагу для выпечки. Она у меня длиной 38 см. И я отрезаю примерно 6-7 см линию. От этой бумаги можно папиру взять, если у вас есть. Или оберточную бумагу, например, из обувной коробки. Или какая есть. И теперь, девочки, я просто эту бумагу сминаю вот так. Как сомнется. И в конце я ее проворачиваю. Зажимаю, так прижимаю и проворачиваю. И сворачиваю к центру. Делаю такую розеточку. Снова проворачиваю ее. И опять делаем цветочек. Такой цветочек делаем. Не забывайте, девочки, бумагу все время закручивать. Все время мы ее закручиваем. И вокруг закручиваем. И опять вокруг. Получается вот так. Можно подклеить, чтобы держалась наша розочка. Можно приклеить ее потом. Я ее потом приклею, пока я закручу всю. Получилась вот такая розочка. Конец мы приклеим вниз. Под розочку. И чтобы наша розочка держалась, я приклею ее на ту же бумагу. Вот так. Или можно тоже для выпечки бумагу приклеить на кусочек. И я промазываю круг хорошенько на ширину моей розочки. И розочку прижимаю на клей. Хорошенько подержу, чтобы она приклеилась. И когда наша розочка высохнет, мы обрезаем. Немножко делаем наклон ножниц, чтобы подрезать бумагу под розочку. Чтобы сильно ее не видно было. И вырезаем нашу розочку. Ну а теперь, девочки, можно нашу розочку развернуть левой стороной. Хорошенько промазать клеем. И приклеить вот сюда. Можно сделать 2-3 розочки такие. Подержим. И получается у нас вот такая конструкция. Можно сделать из веревки такую же розу. Или если у вас есть готовые, тоже можно приклеить. Можно приклеить ракушки. На ваше усмотрение, на ваш вкус. Что вам нравится. В общем, получается вот такая конструкция. Можно сделать низенькую. Например, для подставки под свечу. Например, вот так. Только, конечно, как я сказала, пониже должна быть конструкция наша. Или для украшения с цветком. Такой цветок тоже мы с вами уже делали. Посмотрите, кому интересно в предыдущих видео. В общем, девчата, можно делать такие украшалочки. Своими руками дешево и сердито. Ну и внутри у нас много дырочек. Можно поставить в любую веточки или цветочки. Что угодно. Вот, например, вот так. Здесь вставить цветы. Или просто ветки оставить. В общем, как вам нравится. На ваш вкус, на ваш взгляд. Вот получается вот такая вот конструкция у нас. Нежная, легкая. Если вам нравится, девчата, делайте такие вазочки. Я их так называю вазочки. И украшайте свои подоконники на веранде, на даче и столы. И посмотрите, если, например, придут гости, тоже можно, в принципе, поставить на стол это украшение. И, как я сказала, уже можно покрасить даже краской акриловой. Раза на два-три. Так что, девчата, делайте. Если вам понравилось, заходите ко мне еще. Я всегда рада друзьям. И до новой встречи. Всего-всего вам доброго. Пока.